В 25-й Фосагрошколе заработала проектная исследовательская лаборатория. Старт этому проекту дал генеральный директор ПАО Фосагра Андрей Гурьев, который посетил подшефную школу в ходе своего рабочего визита в Балаково. Ребята, которые уже начали использовать новые возможности современной лаборатории, рассказали гостям о своих проектах. Многие из их работ так или иначе касаются Балаковского филиала АО «Апатит». «Летом я поехала на завод, где я кондиционировала фосфогипс дегидратный и полугидратный, карбонатно-известковой мукой, мелом и известем. После моей поездки моя практическая часть продолжилась в школе, где я посадила растения подсолнух и пшеницу. И дальше я добавила в горшки определенное количество фосфогипса». Ремонт помещения отдельно стоящего здания, закупка инновационного оборудования для занятий физикой, химии, 3D-моделированием и робототехникой вошли в программу социального партнерства Фосагра и школы номер 25. «Школа для нашего предприятия стала нам родной. Сколько уже, шесть лет действует здесь программа Фосагра-класса с прошлого года. Мы перевели ее на более расширенный вид взаимодействия. Это Фосагра-школа. Учитесь, поступайте в лучшие вузы. Наша компания будет вас поддерживать и, конечно, всячески будет поддерживать ваш возврат к нам, на наше предприятие». Здесь же, на базе школы номер 25, в прошлом году, благодаря поддержке компании Фосагра, открылся спортивный зал в рамках проекта «Дрозд. Детям России. Образование, здоровье и духовность», в результате чего еще больше детей смогли заниматься спортом. Например, количество юных дзюдоистов выросло почти в два раза. И это подтверждает большое число участников традиционного предновогоднего турнира по дзюдо, который состоялся 21 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе Балаковского филиала АО «Апатит». «Наш с вами турнир растет, развивается, становится более популярным, более интересным. А это главное». За поддержку не только детского, но и профессионального спорта в Балаковском районе поблагодарил компанию Фосагра глава БМР Александр Соловьев. Он вручил Андрею Гурьеву благодарственное письмо за вклад в организацию финала чемпионата Европы среди пар по спидвею, который состоялся в 2019 году на Балаковском стадионе «Труд». «На территории Балаковского муниципального района проходил финал чемпионата Европы по спидвею, который полностью поддерживает компанию Фосагра. И в истории российского спидвея мы стали первыми. Это тоже совместная заслуга компании Фосагра с администрацией Балаковского муниципального района и, конечно же, каждого спортсмена, каждого тренера и каждого человека, который вложил в копилку этой важной очень победы». Благодаря совместным усилиям растут и производственные показатели. Компания не просто укрепляет позиции на внутреннем российском и мировом рынках, а становится участником строительства будущего. В ходе торжественного собрания в актовом зале предприятия были отмечены лучшие работники Балаковского филиала АО «Апатит». «Конечно, хочется поблагодарить вас за ваши успехи, за ваш трудовой подвиг, потому что то, что сделало предприятие в этом году, это тоже уникальное достижение. Первый раз мы перешли 3 миллиона тонн в потреблении апатитового концентратора. Это колоссальная цифра. Более 2,250,000 тонн разного вида удавления было произведено здесь, на предприятии. Опять, это колоссальный рекорд на 5% больше предыдущего года. Я верю, что эта тенденция и продолжится дальше». Передовики производства скромно принимали благодарности, потому что считают, они просто делают свою работу. «Награжаюсь за то, что хорошо работает человек, владеется коллективом, всегда отзывается за отзывчивость, которую проявляю. Я никогда не отказываю. Если человек ушел в отпуск, заболел, похожу за него, работаю. Волнительно было, неожиданно, потому что даже не знаешь, что тебе твою кандидатуру предложили». «Хорошее ощущение, конечно, когда твой труд поощряется, это очень хорошо. Я работаю на серно-кислотном производстве, непосредственно делаю серно-кислоту. С 2002 года тут работаю, тут, можно сказать, и растем, и живем. Семья у нас тут, можно сказать так». Завершилось торжественное собрание выступлением звезды российской эстрады Александра Айвазова. Его песни стали приятным подарком для работников завода. А делегация в это время отправилась осматривать территорию предприятия в цехах, где уже была проведена модернизация, и где она только начинается или планируется. Кроме этого, Андрей Гурьев посетил храм Святой Троицы, где в октябре состоялся чин освещения мозаичной иконы над центральным входом. Она была восстановлена в рамках программы поддержки православных храмов, которую реализует компания Фосагра.